Добрый день, уважаемые читатели Рязанского информационного агентства «Семь новостей». Согласно пометам в автографе, хранящемся в Российской государственной библиотеке, комедия Александра Островского «Не все коту масленица» была задумана 8 марта 1771 года, начата 10 марта и закончена 9 апреля. Спустя ровно 146 лет, 10 марта 2017 года, в преддверии премьеры, к нам в редакцию пришли режиссер Рязанского государственного областного театра драмы Карен Мерсерсян, актеры Анастасия Бурмистрова и Никита Левин. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и первый вопрос, на какой день намечена премьера? Премьера намечена на 24 марта, 24 и 25 марта. Это два премьерных дня. Можно я вам сразу скажу, вы сказали комедию Островского, а мне как раз очень радует тот факт, что Островского, все как-то так все время воспринимают Островского, как комедиографа, а на этой пьесе у него слово комедия не написано. Жанр обозначен как сцены из московской жизни. То есть по жанру, то есть я не знаю, что я говорю, что там, я очень надеюсь, что там будут какие-то смешные моменты, или комедийные моменты, ситуации, да, ну как бы мы их туда закладываем, но по жанру, если говорить так простым языком, это скорее мелодрама. Это такая история про любовь. Пожалуйста, Островский уже, наверное, лет 200 не сходит со сцены, почему все-таки обращаетесь к нему? И для вас это первое обращение, или уже, может, второе, третье, там, десятое? Нет, для меня первое. А почему вы решились? Такой частый сцен для него и автор, и сюжет, и песня? Ну, я не знаю, для кого-то часто, а для меня-то первое. А что вас именно толкнуло в детсовом? Кто же прикоснул? Ну, знаете, ну как, для меня я, я в душе такой немножко всегда, как бы, ну и там, авантюрист в хорошем смысле этого слова, потому что в театре без этого нельзя, без какой-то, если не ввязываешься в какую-то авантюру, то не возникает никакого там внутреннего напряга, а с напрягом возникает некий драйв. Я ставил Чехова, я ставил Гоголя, я ставил Шекспира, вот Островского не ставил никогда. И я понимал, что вот, ну, мне когда-то вот к этому прикоснуться надо. Все, есть режиссеры, которые ставят Островского очень часто. Ну, например, замечательный режиссер Анатолий Васильевич Эфос не ставил Островского никогда. Вот просто вот, ну, мы не знаем, почему, это было категорическое решение, или просто так не сложилось. Вот, но я все время понимал, что надо, интересно, хочется, потому что автор очень непростой. И отношение у меня к нему всегда было такое очень, ну, ну, может, даже чуть-чуть недружелюбное, потому что все время я считаю, что Островский, это обязательно такой бог, это такое, вот, это самовары, пироги, и какое-то такое существование, и мы такие прям все играем, такой Островский-Островский. А тут вот, вроде, все такие веселые, а зачастую это бывает вроде как на сцене там весело, в зале так, ну, люди смотрят, ну, да, конечно, наверное, вот когда-то давно они все умерли, естественно, уже, вот эти вот все люди, которые когда-то жили. Вот, мы стараемся делать такую, в общем-то, живую историю, современную. То есть мы, естественно, мы не ходим в современных костюмах, мы придерживаемся вот этого все-таки, соблюдаем некий, некий, некий колорит, потому что в этом есть театральность. Но нам важна история вот человеческих взаимоотношений, и я очень хотел обратиться к Островскому, я перед тем, как я остановился на этой пьесе, я перечитал все его пьесы какие-то там, некоторые из них даже впервые для себя, этот пьес много, и я понял, что для меня эта пьеса самая сложная, и вот эту пьесу я не знаю, как ставить, потому что она очень, она очень непростая. И сам Островский даже, они пишут, знаете, что в этой пьесе нет никаких эффектов, она неэффектная, в ней одно сплошное вот кружево человеческих взаимоотношений. И вот заняться вот этим вот кружевом, мне было, в общем-то, очень интересно, меня это как-то дразнило, раздражало, и я, в общем, я решился. А какого третьего штуки надо пьесы? Талантливого. Может быть, будет интересно иметь для школьников вот чуть-чуть по программе пройти, или это хватит... Страшные слова, вы говорите, школьники, да. Знаете, я обычно ставлю все спектакли для школьников. Гаммы для школьников, чайка для школьников. Это же все по программе помешивать, и школьников же больше, а с кем-то спектакли. Я не... это... нет, для... В эти отравлении человек это страшно. Школьники это сразу представляется... Я не уверен, нет. Это, во-первых, этой пьесы нет в школьной программе. В школьной программе, насколько я знаю, гроза, насколько я знаю, доходное место. Снегурочка, беспреданница. Снегурочка, беспреданница, да. Этой пьесы нет. Поэтому 18 плюс. Нет, 18 плюс мы не ставим, но... Тут история людей... Нет, ради бога, я не то, что еще школьникам нельзя, поэтому 18 плюс мы, естественно, не ставили. Но если это... У меня там была на репетиции вчера дочка, которая в восьмом классе, она смотрела с интересом, хотя там попрощать, ну, это репетиционный процесс, она смотрела где-то, хихикала. Ну и слава богу. Но я, в общем-то, надеюсь, что здесь зрители будут всякие разные, разноводрастные. Можно ли идти и все семьи? Нужно. 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 Спасибо. Вы уже немножечко начали отвечать на мой вопрос, но все же бы хотелось, хочется более подробно узнать, будет ли это классическая постановка в исторических костюмах и декораций, или все-таки предложите зрителю какие-то инновационные, современные трактовки? Ну, с современными мы стараемся быть изнутри. В костюмах и в декорациях мы придерживаемся эпохи той, потому что она дает такую вот вкусную-вкусную-вкусную-вкусную театральность. Но при этом в оформлении, в декорациях я вот ухожу от быта. То есть у нас мы... Это такая история открытая, площадная. То есть играем практически вот на открытой сцене, в чистом поле. То есть у нас нет... Хотя у нас там, открою секрет, у нас там будет и река, и Аховский дом огромный, трехэтажный, стоят на сцене. Но это, по сути, это атмосфера. Это атмосфера скитера. То есть в быт, то есть там двери, окна. Это вот мы... Без этого. То есть нам важнее, чего происходит с человеком. Мы концентрируемся... То есть мы не играем... Мы не пытаемся... То есть мы не играем бытовую историю. Мы не пытаемся восстановить абсолютно подлинно быт 1871 года. Мы не музей, мы занимаемся человеком. А можно не только я буду говорить? Конечно. Я просто хотела спросить у Никита Анастасии, а что для вас этот ирон Островского? У вас тут были в вашей театральной карьере уже какие-то персонажи Островского? Вот у меня лично, тоже как у Карина Юрьевича, впервые он ставит Островского, а я впервые играю Островского. Потому что когда я училась в институте, отрывки никогда не... И не педагог, не сама, не трогали. Как раз вот тоже казалось, ну, все берут Островского. Там как бы это... Хочется чего-то необычного, и как бы... Не трогала. А вот когда начали заниматься, я поняла, как это, по правде, и персонаж, который у меня вот, Арния, очень... Где-то мне близка, а где-то нет. И очень интересно заниматься этой роли. Я на своем месте играл в Островском институте. То есть это была пьеса «Лес». То есть мы ее современили. Я играл Ивана Петровича Восьмибратова. Вот, так что для меня... Ну, в профессиональной карьере получается, что еще не было. Первый, первый опыт. Что касается именно вот этой пьесы, мне все как масленица, персонаж мой болит. Он также в чем-то близок, мне в чем-то нет. Потому что в нем есть и темперамент, в нем есть и робость. Очень интересно тем, что он меняется по ходу спектакля. То есть он начинает мальчишкой, а заканчивает уже вот уже на грани того, чтобы стать человеком. То есть он весь спектакль становится человеком, проходит путь. И это очень интересно. И этим интересны пьесы Островского. То, что все персонажи, они живые, они двигаются, они дышат внутри пьесы. Вот как-то... Как работает цена в Троле? Тяжело. В чем трудности? Трудности в том, что как раз мы выходим от классического Островского, как сказал Тараневич, и стараемся все-таки заниматься больше... Как привыкли играть, как показал. И мое понимание Островского немножко переворачивается здесь. И получается надо переворачивать и себя. И вот это самая главная трудность. Но мы пытаемся справиться до сих пор в решениях... Ну да, мы в процессе. То есть мы сейчас... Знаете, легко давать интервью, когда вот мы уже, вот знаете, вот уже у нас прошел какой-то прогон, спектакль, мы уже что-то чувствуем. А сейчас у нас прямо такой самый-самый нервный момент, когда вот что-то получается, что-то не получается, что-то вот вроде вчера было, а сегодня куда-то потерялось. И вот мы его снова нащупываем. А на какой стадии сейчас репутинцы? Ну, правда, на какой-то... На нервной. Самый хороший. Вот вперед, там... Вообще даже введу как-то встал по-всего спектакля, декорации, пестиву. Да, и вот мы пока... То есть большая часть, большая часть репетиции шла на малой сцене, то есть там в традиционном зале на малой сцене. Сейчас вот мы наконец вышли на сцену. Мы делаем сейчас уже какие-то там, что-то дело, когда мы в условиях комнаты репетируем, другой один, мы вышли на сцену и выяснилось там то, что, например, там в комнате было гениально, кричал и артистам. Грандиозно, потрясающе. Ой, и нету. А все говорит, так я сделаю то же самое. Ну, то же самое, но тут большая сцена диктует диктует другое, другая, другую степень подключения. То есть у нас сейчас мы на сцене, мы сейчас пока... То есть декорация вот-вот будет, костюмы дошиваются, то есть мы сейчас вот, там вчера мы там от начала до конца с остановками, естественно, но прошли вот первый акт там целиком. Сейчас у нас задача вот идти вот там не по сцене, но завтра я очень надеюсь, что мы вот второй акт также соберем от начала до конца. Костюм очень интересный, особенно, например, какое платье, сколько их. Красивый там корсет. Ну, вот до той эпохи как раз вот такие платья тоже впервые для меня такое не нравится. А как ты чувствуешь, чувствуете себя в корсете? Ну, пока мы не репетировали, очень хочется скорее начать вот в костюме, потому что тоже сразу уже даст что-то, да? Да, это на самом деле это то, что меня тревожит, это я нам уже сейчас вот мы как закончим, я сразу, потому что я собирался, все не успел. То есть, побегу в пошивочный цех, требую, чтобы вот скорее, скорее, даже не целиком какие-то детали. Я-то как раз этого боюсь, что вот мы пока в репетиционном, да, мы все такие какие-то такие живые, современные, да, и есть страх. Я Настю даже предупреждал, что там, Настя, вот, когда ты вот это вот наденешь, там, не дай бог, если там костюм начнет нас блокировать, не дай бог, костюм нас начнет диктовать какую-то вот это вот такую театральщину. Да, 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 да. То есть, нам надо успеть еще эти костюмы обжить, они должны, да. Да, там у нас нет смены костюмов, потому что такая история, как бы они такие немножко знаковые все. А нет, там, единственное, что костюм меняется у Ахова, у купца, но там это такое, как бы там, там смысловая, смысловая история, точно такой вот купец-купец, такой, прям такой вот. Да, скажу. Значит, собственно, вот Афов Купец, это замечательный актер Сан Саныч Зайцев. Маму Насти, маму Агнии Круглову играет Марина Веснякова. Есть совершенно замечательный персонаж Фиона. Это вот родственница, ключница в доме Ахова. Ее играет Коршунова, народная артистка. И у нас еще хулиганский момент, театрального хулиганства. Кухарку Маланью играет Юрий Борисович. Потрясающе! Я ваш зритель! У него буквально несколько выходов, но я думаю, что они будут интересны. Это будут такие бриллиантики. А сколько времени по пролонгации составило? От идеи до преддверия реверной пояса? Очень мало. Это, конечно, что это что-то... Опять же, это есть в этом какой-то авантюризм. Мы начали репетировать в конце января. И вот сейчас уже... А идея пришла вам когда-то? Нет. Ну, решение... Идея этого очень гроб-то сказана. Но решение о том, что работать над этой пьесой еще в прошлом сезоне. Еще в прошлом сезоне. Я в театральном сезоне, друзья, понимал, что мы начнем. И у нас основная работа со всеми началась с конца января. Но так как очень сложные роли, и на самом деле главные роли, потому что это такая история любви, это в какой-то степени даже Ромео и Джульетта. А так как у нас Ромео и Джульетта, Никита, Настя, и еще пока даже не было у нас еще официального приказа о начале работы, мы где-то, по-моему, с октября месяца две очень важные сцены Никиты и Насте мы начали прощупывать. То есть, по сути, к моменту, когда мы начали основные репетиции со всем составом, у нас были две уже сделанные сцены Насте и Никите. В этом моменте я думал, что уже пора костюмы одевать. Да, но там выяснилось, что еще есть энное количество сцен. Ну, а тут опять же я с своими коллегами, московскими режиссерами общаюсь, вот мы сейчас начали репетировать Островского, говорим, в конце января, ну, то есть где-то в ноябре-декабре премьера, в следующем сезону. Я говорю, нет, мы вот за полтора месяца, как Островского за полтора месяца? Да, можем. Это театр, это некое производство, это некий, в любом случае, мы тут не можем себе позволить, у нас творческая лаборатория, и давайте мы будем там в течение года, у меня был случай, когда я действительно там с компанией своих актеров мы репетировали спектакль года полтора, и это там дало свои очень интересные результаты. Полтора года шли, то есть нет, я правильно сказал, другие спектакли, и вот шла работа, вот надо, и сюда. Тут немножко другая история, да, тут другая история, тут мы вот так вот собрано, именно вот с этой компанией очень хороших актеров, ну, хоть как бы, я им, когда собирал команду на этот спектакль, я понимал, что вот, вот, вот эта вот подводная лодка, мы погружаемся, и через полтора месяца мы должны всплыть. Очень интересный у нас был диалог, когда мы готовились к встрече с вами, если это возможно, откройте нам тайну, как вообще строится репертуар в театре, вот на год, то есть это как-то вот принимается решение режиссёров, что вот мы будем ставить Островского, Мальера, Шекспира, либо у вас какая-то там пламёрка производственная происходит, и там каждый с вами не рассказывает, я не знаю, какой-то мнение зрителей там средств собирается, нам вот очень интересно, как вообще всё происходит, как это верстается. Всё очень просто. Я, директор, Семен Борисович Геречко, мы садимся и думаем. Я говорю, что вот я предлагаю там то-то, 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 то-то. Семен Борисович говорит, да, замечательно, но нам ведь ещё там... Бюджет? Да, да, вот это мы не потянем. Я говорю, да, ну и хорошо. Но нам нужна вот обязательно вот прям вот кассовая-кассовая комедия. Надо, ага, хорошо, вот мы можем себе позволить там классику, можем, да-да-да. То есть всё равно тут, естественно, есть ещё там замдиректора по зрителям, есть всё равно это в каком-то совещательном порядке решается. А Островского личного решили? Ну да, конечно, конечно. Подложили и совет одобрили? Ну да, 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 но это не так, что совет. Ну понятно, понятно. У нас на такой-то день, значит, совет, да, это всё равно. Нет, это происходит всё равно, это, знаете, это может быть вот одна встреча, мы вот встретились, обсудили, поговорили, потом через там неделю опять мы к этому возвращаемся. То есть это же происходит даже не накануне вот этого сезона, то есть это вот ещё, сейчас расскажу когда, то есть это ещё в том декабре, в том, уже, значит, обсуждались, строились планы, потом это озвучивается на труппе. И опять же... Труппу может как-то или нет? Нет. Ну, честно, нет, как бы. А хочется? Это как бы, ну, труппа, ну как, чисто теоретически, да, но тогда труппу надо распускать. Потому что всё равно... Что актёры на служение у нас как-то... Ну, да, 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 потому что здесь есть, если как бы, значит, а Никита скажет, а я хочу, там, не эту пьесу Астровского, а я вот, я так, я так хорошо лес играл в училище, давайте лес, а у нас как, ой, а там есть такая роль красивая, ещё там, она скажет, какая-то там современная пьеса. Мы столько можем не читать. Да, да, поэтому, да, да, театр такая штука, что здесь всё равно какой-то определённый, определённый диктат, в этом смысле, да, всё равно как бы там, да, есть директор, есть главный режиссёр, который принимает вот эти решения. Но опять же, мы же все живые люди, мы все живём в социуме, мы все живые, и корректировки происходят всегда, то есть там вдруг возникает какая-то идея, то есть вдруг там появляется какой-то режиссёр с какой-то идеей, и у нас этого не было в плане, но мы начинаем, значит, тогда планы, несколько видоизменять. То есть это, или вдруг приходит какая-то идея, которой не было там до того, но мы понимаем, что сейчас вот это вот, это нужно, это хорошо. И опять же, это не то, что прямо вот, я сейчас немножко вас запугал такой диктатурой. Нет, то есть на самом деле, на самом деле, труповый горизонт, может, кто-то есть или нет. Здесь всё то же самое. Впрямую, впрямую нет. Если журналист скачет, я отсюда пойду, пойду. Впрямую нет, впрямую нет, но если там кто-то из актёров вот будет, вот Карен Юрьевич, но ведь вот, или там, Семён Борисович, вот такая вот идея. То есть тут нет никакого самодурства. Нет. А почему бы не послушать? Да, почему бы не послушать? Может быть, это интересно. То есть в любом случае, это решается не путём голосования, это всё решается вот в... Коллегиальности совещания. Коллегиальности, ну как, это всё равно надо, как бы, ну, иметь. Урилки, как правильно. Да, это надо всё равно прислушиваться. Прислушиваться надо быть, то есть, в любом случае, ко всем идеям, ко всем, там, все, что вот откуда-то вот приходит, оно приходит неспроста. И, конечно же, надо просто очень трезво понимать, что может быть атру интересно, а что может быть неинтересно. В 2015 году в одном из ваших интервью вы сказали, что в вашем воображении Рязань была почти эдемом в силу того, что родственники были связаны с нашим городом. И вы стараетесь влюбиться в Рязань. Влюбилась? Возможно, возможно, что да. Знаете, как-то вот я, наверное, этот момент пропустил, вот когда я вот так влюбился или не влюбился. Потому что был момент, когда я вот как-то так вот входил в Рязань, когда я так вот пытался вот, да, вот ее так вот принять, воспринять. А дальше как-то я так раз и оказался уже настолько внутри ситуации, я уже настолько внутри, что для меня, собственно, как бы вот такой вот, то есть я понимал, что есть я и есть Рязань. А сейчас я уже вот это вот, ну, как-то я не знаю, Рязанец я, москвич ли я. Ну, когда вас спрашивают, вы говорите, у нас в Рязани? Нет, у нас. Я всегда говорю, да, всегда, да, да, да. Я говорю, у нас в Рязани, у нас в театре, да, да, это естественно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...